Здравствуйте! Представляю Вашему вниманию важнейшие темы арктической повестки недели с 23 по 27 мая 2022 года. Исследователи подтвердили способность Арктики самоочищаться от углеводородного загрязнения. Арктические грунты обладают способностью к самоочищению от загрязнения углеводородом, установили российские ученые по итогам исследований, проводившихся в нацпарке «Унская Арктика» на земле Хранца-Йосева. Результаты изучения почв показали, что в течение почти одного десятилетия концентрация продуктов в грунте на отдельных участках территории Русской Арктики снизилась примерно в 10 раз. Данные, которые собираются в ходе подобных исследований, помогают ученым в разработке методов, смягчающих негативные последствия освоения высоких широт. Жители Российской Арктики обучатся технологическому предпринимательству. В Российской Арктике начнет свою работу программа Arctic Startup Expedition, ориентированная на решение технологических задач Крайнего Севера. Программа будет реализовываться по трем трекам – инновационное молодежное предпринимательство, сбережение культуры КНС через новые технологии и разработка зеленых технологий. Концепция программы предполагает поиск молодежных проектов в сфере IT и креативных индустрий и оказание им содействия, в том числе посредством обучения. Поддержку данной инициативы окажет венчурная компания «Якутия». На Ямале ликвидируют заброшенные поселки. В Ямало-Ненецком автономном округе стартовал первый этап проекта по ликвидации построек на территории поселка Полярный, расселенного в 2004 году. В рамках проекта будут разобраны строения, утратившие свои эксплуатационные качества. После ликвидации этих объектов будет проведена техническая рекультивация освободившихся земельных участков. В проекте примут участие волонтеры. На финальной фазе данного этапа в поселке начнется экологическая экспедиция. Завершение проекта ожидается в 2024 году. Платформа «Северный полюс» отправилась на ходовые испытания. В Санкт-Петербурге начались ходовые испытания ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» уникального судна ледового класса, предназначенного для высокоширотных исследований. Платформа вышла в финский залив завода «Адмиралтейские верфи», где осуществляется постройка судна. Ходовые испытания рассчитаны на одну неделю. Участие в них принимает порядка 150 специалистов. Ожидается, что после завершения доработок по итогам испытаний платформа пройдет процедуру передачи заказчику. Подведены промежуточные итоги председательства России в Арктическом совете. Председательству России в Арктическом совете ключевой организации высокоширотных стран исполнился один год. Промежуточные итоги прошедшего года подвел посол по особым поручениям МИД России, глава комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов. За истекший период Россия инициировала целый ряд актуальных проектов в сфере защиты интересов жителей Арктики, в том числе коренных малочисленных народов Севера. Интенсивно продвигалось взаимодействие, грусть и сбережение природной среды, высоких широт и развитие человеческого капитала. В то же время решение приостановить свое участие в деятельности совета, принятое западными партнерами по организации, негативно сказалось на ее работе. Спасибо за внимание и до новых встреч!